приветствую вас друзья канал голоса сибири привет подписчики привет гости вы знаете для чего этот канал это но знаете кто я я служу людям служу богу служа людям но этот канал конкретно я создал чтобы помочь ну тем музыкантам кто только начинает или тех кого не слышат там и так далее ну видео которое для канала специально для чего канал там посмотрите сегодня вот я в петербурге вышел так знаете в парк отдохнуть и решил с вами пообщаться смотрите немножко перерыв но перерыв потому что вещи мои они едут ноутбуки и так далее все едет следом за мной в компании пэк и электронная почта у меня там то есть через телефон я не могу работать с теми видео которые на электронку приходят и так далее то есть как только придут мои ноутбуки придут и будут видео будет будут песни что там может быть еще новая будет но буду обязательно что-нибудь про санкт-петербург вам рассказывать но сегодня хочу знаете с вами поделиться не своей историей а историей мак макса фадеева максим фадеев вину вы его знаете музыкант продюсер вот почему этой истории хочу поделиться ну как бы понимаете да что я христианин и так вот так вот получается в моей жизни так случилось что я пообещал богу я пообещал господу что буду служить его людям служить ему вот как то так но сегодня не моя история а история максима может быть где-то в каких-то мелочах я ошибусь но сам факт того как какова вера должна быть и какие происходят чудеса но когда мы их реально ожидаем ему снится сон ему снится сон но сон он не стал его озвучивать но он говорит но очень сильный такой и как бы этот сон заставил его поехать в храм храм к служителю и поговорить вот но что там макс про служителя рассказывал так далее я в это не буду вдаваться и нелестными словами он отзывался и сказал что храмы наши они как правило закрыты да очень рано храмы закрываются православные я это тоже знаю и в санкт-петербурге это в каждом городе такое вот дом божий дом молитвы еще и нужно достучаться туда ну в общем суть не в этом он с ним в общем-то толком не поговорил ничего не объяснил в общем-то как я понял как обычно сказал ну не собирай всякую ерунду и давай до свидания и в этот момент пошел дождь и он рассказывает смотрю говорит недалеко стоит бабушка с большим зонтом и как бы его подзывает то есть он идет к этой бабушке и заход и под зонтик она его берет к себе под зонтик и она ему говорит тип будет тебе по силам она просто сказала будет тебе по силам что там еще было точно он он даже сам рассказать не может все происходило так моментально быстро и в общем бабушка уходит он садится в машину к своему товарищу товарищ из группы б-2 был с ним они вместе приезжали на такси садится в машину и говорит какая вот какая классная бабушка вот так-то она мне сказала а это товарищ его из группы б-2 говорит какая бабушка ты чё с ума сошел ты там один стоял руками махал а максимум говорит ты посмотри я сухой я стоял с ней под зонтом вот такой момент и вы знаете этих моментов они эти этим эти моменты они они преследуют очень много людей которые сегодня вот ну кто в музыкотерапии помните да где музыканты поэты композиторы новосибирские очень много там людей которые уже знакомы с чудесами с божьими и происходили в их жизни такие вещи серьезные вещи вот такая вера и вот такие чудеса то есть в тот момент когда нас посещают какие-то серьезные моменты и бог слышит наше сердце в этот момент когда сердце наше посвящено реально ему и мы ждем ответа происходят чудеса происходят ребята чудеса и расскажу вам одну историю параллельно очень много я не помню в каком году это было в какие годы очень много журналисты хотели докопаться что же такое молитва ну знаете да у нас как всегда нужно ну до чего-то докопаться там найти истину или наоборот что-то противоположное в общем долго 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 этим занимались в конце концов пригласили молитвенника одного служителя молитвенника который которого посадили как я понимаю в студии что ли но сейчас не буду я как бы обманывать вас но суть в том что его посадили одели ему на голову всякие штучки и подключили компьютеру и в тот момент когда он молился как бы весь мозг его он работал но не в полную силу он можно сказать как бы весь мозг почти не работал а работал только родничок понимаете да работал только родничок то место которое у грудничков помните у грудничков родничок то место понимаете какой момент и библия говорит будьте как дети будьте как дети они ну реально и эти чудеса они начинают происходить когда мы как дети бог слышит наше сердце и в сильной молитве родничок этот начинает работать реально вот посмотрите на пятом канале найдите я не помню как называется я смотрел я находил где-то лет пять назад когда мне это интересовала тема вот я смотрел пятый канал санкт-петербургский и там эта тема была по поводу молитвы вот такие дела погода в питере замечательная я приехал уже своим родственникам сижу пока в парке отдыхаю и решил вот вам рассказать такую историю ну что можно пожелать вам всего хорошего мир вашим домам мир вашему дому и я молюсь за вас за всех мои подписчики всегда помню о вас всегда вспоминаю о вас в моих молитвах хоть на этом канале хоть на канале новое время на главном канале я всегда обо всех вспоминаю всегда о вас помню в своих утренних вечерних молитвах да и независимо где молитва меня может застать будьте благословенны с богом